Хуань Цушибая, Китай, Как русские изменили мою жизнь, и Фэнлю, Хуань Цушибая, Китай. 9 ноября 2019 года. Владивосток, город на востоке России, сопоставимый по размерам с Москвой, однако намного ближе к столицам стран Восточной Азии. Именно в этом городе я впервые познакомился с Россией. До этого мое представление о Владивостоке было сформировано школьным курсом истории о холодной войне 90-х годов и пленочными фотографиями моего отца, сделанными сразу после открытия российских границ. В России вы можете пристегиваться ремнем безопасности в машине, а можете не делать этого, а туалетная бумага в гостиничных номерах такая же грубая, как наждачная. Когда курящая в полутьме девушка, чье тело было покрыто татуировками, а на лице красовался персинг, неожиданно подошла к нам, моему сингапурскому другу стало очень не по себе, но оказалось, что она просто хотела пригласить нас поесть арбуза. Именно после поездки во Владивосток я начал изучать русский язык и даже объездил весь дальневосточный регион России, побывав почти в каждом современном городе, традиционной деревне и приграничном поселке, чтобы проникнуться богатой историей и разнообразием природы этой страны. Мои мысли от первой поездки во Владивосток, похоже, отражают общее впечатление иностранцев о России. Многие сначала думают, что русские несколько грубоваты, но как только вы внимательно к ним присмотритесь, они сразу же продемонстрируют щедрость и веселость духа и всегда, как хорошие друзья, заставят вас почувствовать, что есть простое человеческое счастье. Россия – это чашка чая и протянутая рука помощи. Всегда найдутся люди, готовые помочь вам, предложить выпить чашку чая или прикурить сигарету. Один раз я заблудился в деревне около Байкала, и почти все жители вышли мне помочь, включая пожилых людей, не понимающих по-английски. В конце концов, несколько детей лет десяти проводили меня до места назначения и даже помогли мне с моим рюкзаком. По дороге они построили временную переправу из палок и камней, чтобы я смог перебраться через реку, не намочив ноги. На острове Ольхон один мой друг пригласил меня к себе в гости в загородный дом, несмотря на то, что мы были знакомы всего один день. Он и его жена уступили мне кровать, а сами спали на полу, снабдили меня в дорогу не только едой, но и теплой одеждой. В России мне множество раз встречались незнакомые люди, которые потом сопровождали меня, становясь новыми знакомыми и друзьями. Они звали меня в свои родные города, приглашали в гости, выпить чаю или просто поболтать. Мне кажется, что русские больше всего ценят простые радости жизни и любят проводить время с семьей и друзьями. Гостеприимный и дружелюбный склад характера русских людей воодушевил меня в этой жизни стараться быть лучшим другом и лучшим хозяином. Русским всегда нравилось общаться, что-то обсуждать или вести споры, при этом мнения и истинные мысли каждого человека одинаково уважаются и принимаются. Люди, обладающие разными политическими и социальными взглядами, могут подискутировать, а в конце спора обнаружат себя хорошими друзьями. Во всем мире давно сформировался стереотип о русских как о серьезных, не любящих шутить жестких людях, однако я полагаю, что их чувство юмора на высоте. Очень многие россияне горячо благодарят правительство России за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году за подаренную возможность привлечь туристов в страну и продемонстрировать традиционное русское гостеприимство и другие обычаи, которыми так гордятся жители страны. Многие русские любят шутить про водку, медведя и балалайку, однако в действительности в этой стране еще есть на что посмотреть. В России вы можете встретить пожилых людей, которые обладают уникальным представлением о сложном историческом наследии страны. В то же время вы можете познакомиться с молодым поколением, оно умно, любознательно и открыто миру. В России, раскинувшись от Европы до Азии, самой большой по территории стране в мире, вы можете увидеть множество национальных обычаев, от культуры коренных народов Бурятия и Якутии до исламских традиций Республики Башкортостан и Республики Татарстан, а также обычаи таких областей, как Удмуртская Республика и Чувашская Республика. Вы можете обнаружить, что Россия – это романтическая страна, где люди стремятся к любви, романтике и литературе. В процессе изучения России я стал более искусным в переосмыслении своей личности, положения в мире и сопричастности происходящим событиям. Мы часто забываем, что этой современной России меньше 30 лет, а это значит, что сегодняшняя Россия непременно столкнется со многими трудными проблемами и сложными историческими вопросами, не решенными ранее. Конечно, Россия и ее национальный характер не могут быть полностью рассмотрены в этой короткой статье. Я лишь надеялся поделиться с вами своими чувствами и впечатлениями от России, которые помогают мне ощущать простые радости жизни и быть более открытым и счастливым. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.